Тим Миллер Все это начинало вызывать у Алисы серьезные психические проблемы. Только сегодня она родила полуволка и спаслась от ведьм. И вот теперь ее окружила толпа карликов, готовых содрать с нее кожу заживо. «Ты ж просто карлик!» «Гномы!» — крикнул один из них. «Мы гномы, мать твою сука!» «Ты маленькая сквернословище дерьмо, вот ты кто!» «Эй!» — раздался позади женский голос. К ним направлялась молодая блондинка. Это была миниатюрная и красивая девушка, одета в какое-то летнее платье, которое совершенно неуместно смотрелось в лесу. «Ты что здесь делаешь? Ты что, шлюха какая-то, которая пришла сюда, чтобы трахаться с моими гномами?» «Что?» «Что, черт возьми, не так с вами, люди! Я только что появилась здесь! Я даже не знаю, что это за место! Я не собираюсь ни с кем трахаться, особенно с этой банды уродов!» «Кого это вы называете уродами, леди!» — закричал один из гномов. «Хоть не мы стоим голыми посереть леса!» Алиса опустила глаза, она почти забыла, что она голая. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как она в последний раз носила одежду. «Неудивительно, что эта девушка подумала, что она ищет секаса!» «Послушайте, извините меня, я вовсе не знала, что окажусь здесь, и я не собираюсь никому навредить. Я просто пытаюсь попасть домой!» «Что ты имеешь в виду, говоря, что не знала, что очутишься здесь?» — спросила девушка. «Вот именно, не знала. Прошлые месяцы были каким-то безумием. Я была дома, но однажды провалилась в кроличью нору, и понеслись всякие странности. Я просто хочу вернуться домой. И хотела бы спросить, может, у вас есть одежда, которую я могу бы одолжить? Хоть что-нибудь!» Глядя на группу гномов, Алиса сомневалась, что у них есть что-то, что хотя бы отдаленно подходило ей. Гномы посмотрели на девушку. «Что думаешь, Снежка?» — спросил гнев. «Даже не знаю. Может быть, она все-таки и не шлюха». Она скрестила руки на груди. «Я не думаю, что у меня есть что-то, что подойдет тебе. Но все же пойдем посмотрим, что мы сможем найти. Если я отправлю тебя в лес в таком виде, королева тебя точно убьет». «Королева». «Да, королева. Она правит этой землей, и она не слишком-то мила. Особенно она ненавидит других женщин. Более того, привлекательных женщин, которым случилось бегать по лесу обнаженными. Она и меня не жалует. Вот почему мы твое дело переезжаем с места на место. Ее охотники постоянно гоняются за мной». «Почему?» «Полагают зависть». «Но если она королева, то чему она может завидовать?» «Господи, леди, вы задаете слишком много вопросов», — отмахнулась девушка. «Да я понятия ей не имею. Я не мать этой суки, ясно? Она озлобленная, грубая ведьма, которая ненавидит милых девушек. Вот и все. Она сжигает нас на костре, я сама видела. Выглядит некрасиво и тому же воняет». «Ничего себе. На-да, так что пойдем скорее, подыщем тебе одежду. И, кстати, меня зовут Белоснежка». «Рада познакомиться. А я Алиса». Они вошли в хижину, где Белоснежка, порыскав по углам, нашла большую мужскую рубашку и сапоги. Эти вещи принадлежали охотнику, которого убил один из гномов. И не спрашивая, зачем они оставили себе его одежду. Алиса натянула рубашку и застегнула ее. Рубашка оказалась довольно длинной для нее. Но это было хоть что-то. Сапоги почти подошли по размеру. По крайней мере, она не будет бегать босиком по лесу. Как только она оделась, один из гномов просунул голову внутрь. «Эй, Снежка, у нас тут еще гости. Сюда направляется охотник». «Черт, как они нас так быстро нашли. Мы ведь недавно сюда переехали. Не знаю, раздумывать некогда. Хватай все, что сможешь, и уходим». «Зашибись», — пробормотала Белоснежка. Она схватила кое-какие вещи и засунула их в большой мешок. Гномы суетились вокруг, когда топот конских копыт стал громче. «От дерьмо, не успеем», — воскликнула Белоснежка, закинув мешок через плечо и выбежав наружу. Как только они вышли из хижины, в поле зрения появилась одинокая лошадь всадником в старинных черных доспехах. Белоснежка и гномы замерли, ожидая прибытия еще нескольких. К счастью, у других охотников не появилось. Этот выглядел огромным, сидя верхом на лошади. У него были длинные черные волосы и густая борода. «Куда ты собрались?» — спросил он. «Подальше от тебя», — объявила Белоснежка. «Ты как нас нашел?» «Она привела меня к вам», — он указал на Алису. В один момент Белоснежка и все семь гномов обернулись и уставились на нее таким взглядом, будто она только что съела их первенца. «Я... ну как это?» — изумленно спросила Алиса. «Когда ты свалилась с неба, я поспешил туда, где я видел, куда ты упала. И вот ты здесь. Не беспокойся, Белоснежка. На этот раз я притворюсь, что не видел тебя. Королеве нужна она». «Это еще зачем?» — спросила Алиса. «Потому что люди обычно не падают с небес здесь, на ее земле. Королева обожает магию, и если здесь есть какая-то магия, то она выжмет из тебя ее всю, а мне хорошо заплатят». «Я никуда с вами не пойду. Правда ведь, ребята?» Она огляделась и опомнится. Не успела, как гномы подошли и схватили ее. И вот они уже тащат ее к лошади-охотника. Охотник перехватил ее у них и бросил на спину лошади. Она крепко ухватилась за лошадь, так как ей показалось, что она теперь в десяти футах от земли. «Я отвезу ее к королеве и даю вам двадцать четыре часа, чтобы убраться отсюда, а потом я снова вернусь». И лошадь помчала их прочь от гномов и Белоснежки. Алиса надеялась, что это будет короткая поездка. Но они ехали несколько часов. К тому времени, как они добрались до замка королевы, уже наступила ночь. Замок был огромен. Он весь блестел, как будто был сделан из зеркал. Со всех сторон подступали башни, а вдоль верхней крепостной стены выстроились лучники. Когда охотник с Алисой приблизились, группа стражников открыла ворота, и они въехали в королевский двор. Алиса начала думать, во что же она снова вляпалась. Во дворе она увидела какую-то оргию с пытками. Сбоку двора кучей лежали обнаженные мужчины и женщины. Все стонали и корчились. А потом к ним подошел человек, облил их смолой и поджег факелом. Их стоны вскоре превратились в крики, а воздух наполнился запахом сожженных волос и плоти. Был там еще человек с закованными руками и головой в колодках. Мужчина был голым, а позади него женщина вставила ему ванну с метлу и заколотила по ней деревянным молотком. Мужчина вскрикивал и стонал с каждым новым ударом. «Ну как, нравится развлечение?» — спросил охотник. «Это как-то не очень». «Да ладно тебе! Не будь такой ванильной дурой! Тебе должно понравиться кое-что новенькое!» Она не собиралась заявлять ему, что совсем недавно трахалась с оборотнем и даже родила ребенка-полуволка. Ни одно из этого не делало ее ванилькой. Черт, после секса с волком она не была уверена, сможет ли хоть один мужчина снова доставить ей такое же удовольствие. Они оказались перед большими зеркальными воротами. Один из стражников перегородил им вход и сказал, «Назовите имя!» «Я Дойл, королевский охотник!» «Все верно. Ее величество ожидает вас. Проходите». Ворота распахнулись, открывая темный туннель. Они направились в темноту, и ворота тут же сомкнулись за ними. Что бы ни понадобилось от нее королеве, Алиса надеялась, что это не связано с оргиями или изнасилованиями. Ей этого хватило на всю жизнь. Еще одни ворота открылись, и они оказались внутри главного замка. Там были мраморные полы с огромной лестницей наверх. Дойл спустился с лошади, а затем стянул с нее и Алису. И они отправились к ступенькам. Она последовала за ним вверх по лестнице, которая велась внутри башни. Ее ноги начали уставать, казалось, будто лестницы не было конца. Наконец, они добрались до двойных дверей, охраняемых еще двумя стражниками, которые открыли им двери. Оказавшись внутри, Алиса увидела то, что должно было быть королевой. Она была одета в обтягивающие комбинезоны с черной кожей, как у женщины-кошки из комиксов. Спереди на костюме была огромная прорезь, поэтому ее грудь были обнажены. Она держала поводок, на котором на четвереньках ползал голый мужчина с кляпом во рту. Она остановилась, посмотрела на них, и поставила один из своих высоких каблуков мужчине на затылок. — Ребятки, вы как раз вовремя. Мы только что начали. Глава вторая. — Чего начали? — спросила Алиса, не особо горя желанием знать. Королева пнула мужчину каблуком в затылок, и он распластался на полу лицом вниз. Потом она повернулась к ним и начала разглядывать Алису. — И кто же ты такая? — Алиса? — Она та, что свалилась с неба. Я нашел ее в лесу, — объявил Дойл. — И подумал, что вы захотите видеть ее. — О, да, ты правильно подумал, — согласилась королева. — Итак, откуда же ты взялась? — Ну, изначально я из Техаса. — Техас? Что за нелепое название? — И где это вообще? — Не знаю даже, как объяснить вам касательно этого места. Я провалилась в кроличью нору, и с тех пор продолжаю попадать во всякие странные места. — Странные? Ты носишь эту одежду и называешь нас странными? — Ну что ж, Дойл, отведи ее в комнату моей прислуги и пусть ее как следует вымоют. Не должно такого быть, чтобы одна из моих служанок бродила, одетая, как какой-то грязный бродяка. — Служанка? — Нет, — запротестовала Алиса. — Слушаюсь, моя королева, — поклонился Дойл. — Пойдем, — сказал он Алисе. — Нет, я никуда не пойду. Что эта стерва себе позволяет? — Доверься мне и не сопротивляйся. — Я не собираюсь быть ничьей служанкой. Я ведь даже не отсюда. Королева сделала шаг вперед и пронзила Алису пристальным взглядом. — Возможно, тебе бы понравилось посмотреть в мое зеркало. Немногие люди могут заглянуть в него и отвести взгляд. — Что еще за зеркало? Дойл схватил ее за руку и потянул за собой. — Пойдем сейчас же! Она нехтя вышла вместе с Дойлом из королевских покоев. Пока они шли к комнатам прислуги, Алиса задавала ему вопросы. — А что там с зеркалом-то? — У королевы есть волшебное зеркало, — ответил Дойл. — Волшебное? Это какие-то фокусы? — Это черная магия. — Вы серьезно? — Еще бы. Это не шутки. Я заставал как-то людей перед этим зеркалом. Это не очень-то приятно. — А что с ними происходило? — Я был за дверью той комнаты, где это произошло. Но я слышал крики. И людей, которых я туда привел, больше никто не видел. — Вот проклятие, — пробормотала Алиса. — Верно, проклятие и есть. Они спустились по лестнице, и Дойл повел ее вправо через большую деревянную дверь. За дверью оказалась женщина лет на двадцать старше Алисы. Она была довольно привлекательной, с длинными светлыми волосами, зачесанными назад, и в длинном старом платье. — Борган, это Алиса. Королева послала ее к тебе за инструкциями. — А, новая служанка. Здорово. От слова «служанка» Алиса уже начинала колотить внутри. Она никогда никому не прислуживала и не собиралась этого делать сейчас. — Дай же мне посмотреть на тебя. Женщина взяла Алису за плечи и оглядела с ног до головы. — Она немного полновата. Ты не из здешних мест, так ведь? — Какое точное наблюдение. — Ага, здесь никто не ест досато, чтобы растолстеть. — Я не толстая. Я немного в теле, да и это не делает меня жирной. — Ой, расслабься. Тебе это даже идет. — Ну, тут знакомься, я вынужден вас покинуть. Дела ждут, — сказал Дойл и вышел за дверь. — Во-первых, ты выглядишь грязной, — заметила Морган. — И к тому же воняешь. Значит, нам нужно тебя вымыть. — Девушки! Из другой комнаты появились две молодые женщины. Они были одеты так же, как и Морган. У одной были вьющиеся рыжие волосы и веснушки, другая была чернокожей с короткими волосами. — Это Ингрид и Айса. Они помогут мне. Проходи вот сюда. Морган указала на дверь в еще одну комнату. В этой комнате был небольшой бассейн прямо в центре. Или это была гигантская ванна, на поверхности которой плавала пена. Ингрид и Айса начали расстегивать ее рубашку и медленно сняли ее. Она сама сняла сапоги, и девушки повели ее в воду. Какая-то часть ее хотела спорить и сопротивляться, но Морган была права. От нее действительно плохо пахло, и она была грязной. Ванна может быть приятной. Все три служанки сняли одежду и тоже забрались в ванну. Алиса не была лесбиянкой и не была уверена, что хочет, чтобы ее щупали три незнакомые девушки. Но почему-то она наслаждалась их вниманием. Вода была теплой и доходила ей до пояса. Ингрид и Айса, она не была уверена, кто именно, начали окунать руки в воду, а затем брызгать ею на тело Алисы. Морган стала массировать ей спину и плечи. Это было великолепно. Алиса никогда не испытывала на себе так много рук одновременно. Ее кожу покалывало, когда две девушки проводили руками по всему телу, обхватывая ее груди и массируя шею. А руки Морган двигались вдоль ее поясницы, скользя вниз по ее заднице и даже сжимая ее. Она закрыла глаза и попыталась насладиться контактом. Это было хорошо, действительно хорошо. Она никогда еще не чувствовала ничего подобного. Ее глаза распахнулись, когда она ощутила, как пальцы Морган скользнули между ее ног. Кончики пальцев Моргана немедленно переместились к ее клитору, когда наслаждение захлестнуло ее тело, как приливная волна. Ингрид Айса держали ее за руки, пока Морган продолжала массировать, прежде чем ввести два пальца внутрь Алисы. Она стонала и дрожала, когда Морган теребила ее киску, в то время как одна из девушек массировала ее клитор, а третья дразнила соски. Алиса дернулась, и у нее перехватило дыхание, пока она не кончила. Однако Морган не остановилась, она продолжала ласкать ее пальцами, а девушки продолжали свою магию, пока она не кончила еще три раза. К тому времени, как они закончили, девушкам пришлось помочь Алисе выйти из ванны. Она едва могла ходить, но чувствовала какую-то эйфорию. Одна из девушек обернула вокруг нее большое полотенце, и они повели ее к кровати. Они помогли ей лечь в постель, и все трое забрались туда вместе с ней, натянув на себя одеяло. Она никогда не чувствовала себя более удовлетворенной, хотя она была уверена, что в остальном работа служанки не будет такой приятной. Поэтому она попыталась наслаждаться этим, пока могла. А затем заснула. Глава третья. «Вставай! Проснись, черт возьми!» кричал мужской голос. Алиса поворочилась, прежде чем перевернуться и, подняв глаза, увидеть странного мужчину, одетого во все черного, стоящего над кроватью. «Вы кто? А девушки где?» спросила она. «Время игра кончено! Одевайся! Настало время работы!» «Работа? А что надо делать?» «Увидишь! Одевайся! Твоя одежда вот здесь!» Он указал на стул, на котором висело большое серое платье. Алиса встала с кровати и, все еще обнаженная, но даже не заботясь о том, кто ее теперь увидит, натянула платье. Она надела шляпку на голову, заправила волосы и последовала за мужчиной. Она нервничала, размышляя о том, что ждет ее на этот раз. Каждый раз, проходя через портал, она оказывалась во все более и более странном месте. Она даже не хотела представлять, что будет дальше. Он привел ее обратно в покое королевы. В центре комнаты стоял обнаженный мужчина, привязанный к большой стойке. Стоял он прямо, раскинув руки в стороны. У него во рту был шариковый кляп, а вокруг его мошонки была привязана проволока, из-под которой свисала гиря. Его тело дрожало, когда она вошла. «Что за хрень?» «А, вот и ты!» Из угла комнаты послышался голос королевы. Теперь на ней была пара черных чулок, длинные черные перчатки и больше ничего. Она держала кочергу над камином, кончик которой раскалился до красна. «Мне понадобится твоя помощь. Будешь моей ассистенткой. Все слуги должны доказать свою верность». «Верность?» «Мы с вами познакомились только вчера». «Ты думаешь, ты такая умная, да?» «А вот и нет». Королева зашагала к Алисе. «Возьми». Она протянула ей кочергу. Алиса взяла и посмотрела на королеву. Кончик кочерги был раскален и светился ярко-красным. «И что мне с этим делать?» «Ты должна засунть ему взад». Глаза мужчины расширились от ужаса, и он захрипел сквозь кляп. «Зачем?» «Хухрена!» «Потому что я приказала!» «Ты ведь понимаешь?» «Верность и все такое!» Алиса закатила глаза. «Кроме того, посмотри на него. Ему это нравится». Королева подошла к мужчине, протянула руку и вонзила длинные острые ногти, напоминающие когти ведьмы, ему в грудь, оставляя кровавые полосы до самого живота. Когда она это сделала, мужчина застонал, закатив глаза. Алиса начала жалеть, что не осталось в стране чудес. Она обошла его сзади и помахала кочергой над его голым задом. «Давай, давай!» Подбадривала ее королева. «Сделай это и не задумывайся ни о чем». Алиса покачала головой, держа над ним кочергу. Щеки мужчины задрожали от жара. Она сделала глубокий вдох и изо всех сил вонзила конец кочерги в его очко. Мужчина издал виск через кляп, а королева стояла, смеясь и аплодируя. Запах горящей плоти наполнил комнату, когда Алиса протолкнула его так далеко, как только могла. Мужчина пытался высвободиться из своих оков. Он брыкался и дергался. Почти через минуту Алиса вытащила кочергу обратно. Кончик кочергии был покрыт кусками обожженной плоти. «Отлично!» «Эц!» воскликнула королева. Алиса бросила кочергу на пол и отошла. Мужчина смотрел на нее. Его глаза были широко раскрыты, а по лицу текли слезы. У нее было ощущение, что все-таки он не наслаждался этим так сильно, как сказала королева. Она также не была уверена, зачем она это сделала. Она только что причинила этому человеку много боли. Королева на самом деле не угрожала ей. На самом деле обеспокоило ее то, что она сделала это так неубедительно. Эти путешествия по этим странным землям были настолько сюрреалистичны, что она боялась, что просто пересытилась. Кроме того, ничто в этих местах не казалось реальным, но в то же время казалось чересчур реальным. «Я могу идти?» «Конечно же нет, мы только начали». Прежде чем Алиса успела ответить, в комнату вошел солдат. Он был высоким, в черных доспехах и с огромным мечом. Он наклонился к королеве и прошептал ей что-то на ухо. Она кивнула, прошла в конец комнаты и надела обтягивающее платье и пару сапог. «Идем», — сказала она солдату, и он последовал за ней из комнаты. Как только они ушли, Алиса посмотрела на человека, которого только что обожгла, и стала вытаскивать его кляп. «Мне очень жаль», — сказала она. «Я не знаю, зачем я это сделала. Это место такое». «Все в порядке, мисс. У вас не было выбора. Пожалуйста, развяжите меня, пока она не вернулась». Алиса потянулась к нему и расстегнула пряжки, связывавшие его руки. Он рухнул на пол, как только освободился. «Вам нужна помощь?» «Одежда. Не могли бы вы принести мне ее? Она там, в углу, на полу». Она принесла ему его одежду. Это была просто мешковатая рубашка, потрепанные штаны и пара ботинок. Он осторожно надел их, морщась при этом от боли. И Алиса была уверена, что какое-то время он не сможет сидеть. «Меня Алиса зовут. Я не отсюда». «Я знаю. Я Томаса, я тоже не здешний». Его ответ застал ее врасплох, но почему-то это должно было иметь смысл. Если она провалилась через портал, приведший в это место, это не значит, что не будет других, подобных ей. Если были другие, то сколько их было? Однако эти мысли удручали, когда она задалась вопросом, вернулся ли хоть кто-нибудь из этих людей домой, если они были обречены барахтаться в этих причудливых альтернативных измерениях до конца своей жизни. «А откуда вы?» «Позже расскажу. Надо убираться отсюда». Глава четвертая. Они выскользнули из королевских покоев и стали тихо красться по коридору, а затем вниз по извилистой лестнице. Когда они достигли нижней ступеньки, их чуть не сбила группа солдат, бегущих с мечами и копьями в полной экипировке. Алиса была уверена, что они схватят их, но они не обратили на них никакого внимания, когда пробегали мимо. «Что происходит?» — спросила она. «Может быть, кто-то напал на дворец, или что там еще может быть?» «Но кто?» «Да понятия не имею. Большую часть времени я проводил в подземелье». «Подземелье? И как долго?» «Не знаю. Время от времени королева приказывает приводить меня к ней для ее извращенных утех, которые обычно подразумевают засовывание разных предметов в мой зад». «Ой!» «Ну да. Пойдем вот сюда. Я думаю, что так можно попасть наружу». Он указал налево и обогнул длинный коридор. Кроме того, это было в противоположном направлении, в котором бежали все остальные. Они прошли по длинному темному коридору, пока не достигли выхода ведущего к наружной лестнице. Они побежали вниз по лестнице и прижались к стене, когда услышали шум и увидели толпу. «Что, черт возьми, здесь творится?» — сказала Алиса, оглядываясь. «Отворилось что-то почти нереальное. Армия королевы выстроилась вдоль вершины стены и лучники стреляли в толпу. Они запускали огненные шары из катапульт, а у ворот собралась группа солдат с мечами. Толпа, с которой они столкнулись, была армией гномов. «А я думала, их только семеро?» — пробормотала Алиса. «Да, старших семеро, а это все их дети». «Чего? Они что, плодятся как кролики?» «Ну как, я не видела среди гномов ни одной женщины». «Ага, женщин нет», — согласился Томас. «Но жены у них все-таки есть. Они тоже гномы, и период беременности у них гораздо короче, чем у людей. Поэтому они так быстро размножаются». Посреди армии гномов появилась сама Белоснежка на коне с луком и стрелами. Она метко стреляла, одного за другим сбивая лучников со стены. Вокруг нее взрывались огненные шары, испепеляя орды гномов. «А я думала, что она где-то прячется». «Они запланировали это все давно». «А ты откуда знаешь?» «Ну, я какое-то время встречался с Белоснежкой». «Встречался? Ходил на свидания и все такое?» «Ну ладно, мы просто трахались. Когда я попал сюда, они приняли меня и помогли мне прятаться первое время. Вот тогда-то мы...» «Ты что, шутишь? Она ж больная на голову». «Ну, а мне-то что оставалось?» «И к тому же, когда узнаешь ее получше, она вовсе не кажется такой плохой». «Боже мой!» Алиса не купилась на это. Тем не менее, она не понимала, почему она ревновала. Томас ни в коем случае не был плохим парнем, но она только что видела, как он был связан с гирями, свисающими с его яиц, и ему засовывали в зад раскаленную кочергу. Не самая сексуальная из первых встреч. К тому же здесь шла война. «Как нам выбраться? Может, пробраться к гномам и получить у них убежище?» спросила она. «Я бы не стал пытаться. В разгар битвы они становятся безумными». «Тогда что нам делать?» «Вернемся пока внутрь», — предложил Томас. «Да ладно! После всего, через что ты там прошел?» Это уже стало ежедневной рутиной. Мне даже как-то немного все равно. «Ну, окей. Мне не помешала бы твоя помощь. Но раз уж так, хотя я бы ни за что туда не вернулась. Доверься мне. У меня есть план. Господи!» «Давай пойдем». Он взял ее за руку, когда они побежали обратно в замок по коридору и обратно в покой королевы. Когда они вбежали в большую комнату, Алисе захотелось, чтобы открылся еще один портал и перенес бы ее куда угодно, но только не сюда. Глава пятая. Когда они вбежали в королевские покои, раздался взрыв с другой стороны замка. Тогда они направились туда, откуда послышался взрыв. Они увидели, что гномы прорвались сквозь стены и стали избивать королевских солдат. Несмотря на то, что солдаты превосходили их в размере и обмундировании, гномы были слишком быстры для них. Прежде чем кто-либо из королевских рыцарей смог поднять меч, гномы буквально отрезали, и многие успевали сорвать их шлемы, чтобы отрубить головы. Гномы торопливо двигались по внутреннему двору, который быстро заливался кровью, а отрубленные головы прыгали по толпе, как пляжные мечи в лополуде. Алиса смотрела на этот беспредел, когда Томас взял ее за руку и начал тянуть обратно. Они снова побежали в покои королевы, но позади них послышались приближающиеся шаги. Как только они добрались до королевских покоев, Томас попытался запереть двери, но они распахнулись, прежде чем он успел это сделать. Королева ворвалась в двери в сопровождении стражи. «Ты!» — закричала она, указывая пальцем на Алису и Томаса. «Это ты сделала!» «Что я сделала? Я ничего не сделала!» — крикнула в ответ Алиса. «Стража, схватить их, раздеть и связать!» «Но, Ваше Велищество, замок в опасности. Разве эти двое сейчас имеют значение?» — спросил стражник. «Приступайте к выполнению моего приказа! Без вопросов!» Стражник взглянул на Алису и закатил глаза. «Слушаюсь, моя королева!» Стражники двинулись к Алисе, но она поспешила скрыться за занавесками, свисавшими у стены. Томас попытался схватить ее за руку. «Нет!» — кричал Томас. Но Алиса споткнулась о штору, которая распахнулась, когда та упала на пол, обнажив огромное зеркало, покрывающее почти всю стену. Из зеркала вырвался странный синий свет, мгновенно испепелив королевскую стражу. Их останки упали на пол, и от них не осталось практически ничего, кроме оплавленных кусков кожи и костей. Королева выглядела такой разъяренной, что аж метала молнией своими безумными глазами. «Смотри, что ты наделала! Томас, убей ее!» Растерянный Томас стоял в полном замешательстве, когда в центре зеркала появилось огромное лицо. Лицо было белым, и на нем отсутствовали черты, если не считать пары глаз и рта. Когда оно заговорило, вся комната завибрировала. «Что вам угодно?» «Свет мой зеркальце, скажи!» — обратилась к нему королева. «Нас атакуют! Эта девка и ее игрушечные человечки спланировали переворот. Белоснежка и ее армия гномов у ворот замка. Можешь ли ты спасти нас, зеркальце? Прошу, прояви милосердие!» «Они напали, потому что ты психопатка больная на голову, сука. А ведь я предупреждала тебя снова и снова!» Алиса была шокирована тем, как зеркало позволяет себе разговаривать с королевой. «Да как ты смеешь оскорблять меня? Это ведь я создала тебя!» «Ты держишь меня, как в ловушке в этом проклятом зеркале. Но моя сила заметно выросла с тех пор, как я здесь, в этой тюрьме. И тебе лучше не пытаться проверить, насколько!» Королева взяла большой стул, подтащила его к зеркалу, подняла и замахнулась им на него. Но лицо успело отскочить от нее. Она ударяла его снова и снова, но зеркало лишь насмехалось над ней. «Ты смеешься?» — спросило зеркало. «Это никак не может мне навредить». Алиса пыталась понять, владеет ли королева собственной магией или нет. Зеркало намекало на это, но она вела себя, как взбешенная четырнадцатилетняя девчонка. Она перебралась на другой конец комнаты и стала переворачивать диваны и комоды. «Ты что творишь? Соберись, успокойся, иначе потеряешь все!» — заявило зеркало. Из коридора послышались звуки борьбы, крики и чьи-то тропливые шаги. «Почему ты не помогаешь мне?» — спросила королева у зеркала. «Потому что я ненавижу тебя». Дверь резко распахнулась, и к ним ворвались гномы. Их было много, среди них была белоснежка с луком в руках и стрелами за плечами. Королева в растерянности переводила взгляд с зеркала на белоснежку, а гномы тем временем окружили ее. «Прошу, пощадите, я все вам отдам!» «Ты нас мучила. Давно мучила. К счастью, мы так долго скрывались, что сумели создать свою собственную армию. Прямо у тебя под носом!» — сказала белоснежка. «Теперь пришла твоя очередь бояться нас!» Белоснежка натянула лук и выпустила стрелу, которая попала королеве прямо в лицо. Стрела вышла из ее затылка, забрызгав кусками черепа и мозгов зеркало. Зеркало рассмеялось, когда белоснежка встала над телом королевы. «Ты победила, моя дорогая!» — сказала зеркало. «Ты кто?» «Я буду твоим проводником и главным советником. В моих силах сделать тебя тем, кем захочешь. Или же сломать тебя. Будешь на моей стороне — получишь удачу». «Королева была мерзким чудовищем, поэтому я помогла тебе уничтожить ее». Белоснежка оглянулась и заметила Томаса. «А я думала, что ты мертв». Томас пожал плечами, не ответив. А она посмотрела на Алису. «И ты? Ты с ним тоже трахалась?» «Да что за бред? Я ни с кем не трахаюсь». «Эти двое через многое прошли. Я все знаю о вашем путешествии. Шаг вперед ради следующего шага», — заявило зеркало. «О каком путешествии ты говоришь и почему?» «Со временем узнаете. Шагните в свое отражение. Все будет в порядке». Томас подошел к Алисе и взял ее за руку. Она надеялась, что когда они доберутся туда, куда направлялись, он сможет объяснить ей больше о том, что происходит и что он испытал. Они сделали шаг вперед к зеркалу. Когда они прикоснулись к нему, зеркальная поверхность начала гнуться, будто они погружались в гигантское желе. Они прорывались вперед, пока давление не ослабло, и они не упали в открытом поле. Затем они поднялись на ноги, и Алиса поняла, что ей не нужна эта дурацкая шляпка на голове. Она сбросила ее и осмотрелась. Им навстречу шла какая-то женщина с корзиной, полной фруктов. Она остановилась и посмотрела на Алису и Томаса. «Приветствую вас. Я вас раньше не встречала. Мы не здешние». «А, точно. Меня зовут Талия». «Привет, Талия. Скажи нам, где мы?» «А, это...» Талия не успела договорить, ее веки сомкнулись, и она упала на землю без сознания. Неподалеку на поле работал фермер. Увидев эту картину, он крикнул кому-то. «Эй, ребята! Она снова уснула!» С поля прибежали с дюжину мужчин. Алиса отступила в сторону, пропуская их, чтобы они могли помочь девушке. Вот только они... не помогли. Они стянули с Талии платья, сняли панталоны, и по очереди трахнули лежащую без сознания молодую женщину. Остальные хлопали в ладоши и подбадривали друг друга, выкрикивая «Давай, давай!» Алиса посмотрела на Томаса, который снова пожал плечами. «Ну, мы хотя бы поняли, что мы не дома», — сказал он. Конец третьей сказки. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного ютуб-канала. Продолжение следует.